Еврейские высказывания разных раввинов по поводу 53 главы. Значит, был такой ученый Рафаэль Леве. Еврейский ученый Рафаэль Леве. Леве. Он говорит так, что сохранившиеся еврейские толкования вплоть до конца аморейского периода, то есть 500 года до нашей эры, предполагают, что в то время зачастую считалось, возможно, это даже было общепринятым мнением, что личность, о которой идет речь, это Мессия. Значит, его мысль заключена в том, что он говорит, что сохранившиеся еврейские толкования, они предполагают, что в то время, он даже делает акцент, что можно даже сказать, что это было общепринятым мнением, что личность, о которой идет речь, ну, в 53 главе, да, что это Мессия. В 13 веке раввин, имя которого Моше Коэн ибн Криспин, Моше Коэн ибн Криспин, Коэн ибн Криспин, Криспин. Он был недоволен толкованиями, которые в 53 главу относили, что эти пророчества, это пророчество 53 главы говорит об Израиле. И свое недовольство он высказал вот такими словами. «Подчиненные упрямству, собственных сердец и своему собственному мнению» Это он говорит о тех, кто толкует о том, что 53 глава, она говорит об Израиле. «Подчиненные упрямству, собственных сердец и своему собственному мнению» Я же хочу толковать этот отрывок в согласии с учением наших раввинов, «как говорящий о царе Мессии». Я же хочу толковать этот отрывок в согласии с учением наших раввинов, «как говорящий о царе Мессии». «Как говорящий о царе Мессии». «Чтобы оставаться верным буквальному смыслу». «Чтобы оставаться верным буквальному смыслу». «Так я буду свободен от натянутых неестественных толкований, в которых виновны другие». «Так я буду свободен от натянутых неестественных толкований, в которых виновны другие». То есть из его высказываний мы можем сделать определенный вывод, что этот человек четко понимал, что Исаия 53 – это глава, говорящая о царе Мессии. И что его заявление говорит о том, что он не хочет ничего иметь общего с тем, чтобы толковать это не буквально, а говорить о чем-то другом. То, что очень притянуто, как говорится, за уши. «Так я буду свободен от натянутых неестественных толкований, в которых виновны другие». «Так я буду свободен от натянутых неестественных толкований, в которых виновны другие». Немного мы поговорим сейчас о сверхъестественной природе Мессии. Исаия, 9 глава, 6-7 стих. 9 глава, 6-7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на деменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Савуофа соделает это». Значит, что здесь можем увидеть? То есть здесь, во-первых, представлен список имен, которые даны этому младенцу. Седьмой стих конкретно изображают мессию и его правление. А 6-й стих перечисляет его титулы, этого младенца. Значит, во-первых, говорится, что он назван чудным. 6-й стих, видите, когда идет «И нарекут ему имя, чудный». Используется еврейское слово «неле», которое имеет значение как чудо, таинственное действие Бога, нечто, находящееся вне человеческого понимания. Используется еврейское слово «неле». Его значение – это чудо, таинственное действие Бога, нечто, находящееся вне человеческого понимания. Псалом 77-й, 12-й стих. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цуан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеной, и днем вел их облаком, и во всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне, и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. То есть, видите, описываются чудеса, которые сотворил Бог, и здесь используется именно вот это слово. «Неле». Книга судей, 13-я глава, 18-й стих. «Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно». Также здесь используется это слово. То есть, можем сделать определенное заключение, как бы, что этот младенец, он чудесен, ну, когда ему дается такое имя чудное, да, вот, то это подразумевается, что он чудесен по своей природе, он полон тайны, и не может быть охарактеризован или назван никаким человеческим именем. То есть, имеется в виду, что показана связь, что вот, когда дается ему такое имя, как чудный, то эта связь, она имеется в виду, обязательная с Богом. Ну, то есть, понимаете, да? Что чудеса, которые именно может совершать, ну, Бог. Следующее здесь имя – это советник. Да, оно звучит, как ЙОЭЦ. То есть, чтобы правильнее как бы записать, чтобы было понятно. Пишите букву ЙО, потом апостроф, Е и Ц. ЙОЭЦ. Значение слова в себя включает мудрость и разум, часто имеющие божественную природу. Часто имеющие божественную природу. То есть, значение как бы советник – это тот, кто имеет мудрость, разум и имеет божественную природу при этом. В Исайе, 28 главе, 29 стихе. Описывается Бог и используется это слово. И это происходит от Господа Саваофа. Дивность судьбы его, велика премудрость его. То есть, вот, премудрость в данном случае, да, используется так же, как это слово. И Бог здесь описывается именно вот таким вот. Мудрость, разум. Следующая фраза – Бог крепкий. Вообще, таким именем как бы назвать человека было, ну, просто невозможно. Потому что это достаточно серьезно. И здесь используется, можно сказать, сокращенная форма от Эль-Гибор. Эль-Гибор, знаете, да? Бог крепкий. А? Просто Гибор. Описывает его силу и власть. И интересно, что эта же фраза, Эль-Гибор, используется для обозначения Бога. В следующих местах из Писания. Это 10 глава, 21 стих. Остаток обратится. Остаток Якова к Богу сильному. И в Еремии, 32 главе, 18 стихе. Ты являешь милость тысячам из-за беззакония отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Савоов. Ну, в русском языке оно звучит не одинаково, понимаете, да? Здесь написано, ему дано имя Бог крепкий. Там используется Бог сильный. Но использование слов одно и то же. Ну, в оригинале. Следующее имя, которое здесь дано, Отец Вечности. Звучит как Ави-Ад. Ави. Ави – это Отец. Ад – это Вечность. Ад – это Вечность. Значит, Исайя использует, также обращаясь к Богу, в 63 главе 16 стихе. 63 глава 16 стих. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает о нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. В этом стихе, в оригинале используется также название, это Авиат. И Исайя 57 глава 15 стих. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренный и оживлять сердца сокрушенных. Здесь более конкретно используется именно слово Ад, Вечно Живущий, где говорится. Ну, то есть, Вечно. Не понял, при чем здесь греческое слово? Мы говорим о Танахе, который был написан на Еврите. Это евритское слово. Последнее имя, которое здесь дно, Князь Мира. И, знаете, вообще дословно на русский язык нужно было перевести не Князь Мира, а Князь Покоя. Ну, Мира тоже подходит. Почему? Потому что... А? Сар-шалом, да. Здесь имя звучит как Сар-шалом. Просто слово Мир в русском языке имеет очень много значений. И поэтому порой у нас как бы возникает вопрос, Князь Мира, ну, Сатана тоже назван Князем Мира, да, и, как бы, получается непонимание, как бы. Ну, это имя, оно показывает, что Мессия является правителем и что его отцарствование, оно характеризуется миром, благоденствием и гармонией. То есть, шаломом. И вообще, достаточно традиционное описание правления Мессии именно говорит о том, что при Мессии будет полный шалом. Поэтому часто в связи с этим возникают тоже многие вопросы. Что если, ну, Мессия пришел, да, то почему нету мира на земле, они проходят войны и так далее, и так далее. Потому что справление Мессии связано именно с полным шаломом. Ну, мы ожидаем второго прихода Мессии, да, ожидаем тысячелетнего царства, когда будет полный шалом. Вот, все это будет. Ну, можно сделать определенный вывод, что если мы посмотрим в целостности на все эти имена, да, и на соответствие этих имен, то мы можем сделать такой вывод, что природа Мессии, она божественна. Что природа Мессии божественна. И такое мнение о Мессии также отражено в ряде классических еврейских толкований. Мы тоже на них сейчас посмотрим. Значит, Таргум Янатан. Мнение о Мессии, такое же мнение о Мессии, о божественности его, да, отражено также в целом ряде классических еврейских толкований. Значит, первое это Таргум Янатан. Йонатан. Мы уже сегодня записывали. Перевод Таргум Янатан звучит таким образом. И нарекут имя Ему от веков Чудесный советник, Бог крепкий, Тот, кто живет вечно, Мессия, в чьи дни воцарится мир. И нарекут имя Ему от веков Чудесный советник, Бог крепкий, и нарекут имя Ему от веков Чудесный советник, Бог крепкий, Тот, кто живет вечно, Мессия, чьи дни воцарится мир. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно высказывание. Медраж. Мишле 57А. Медраж Мишле 57А. В этом Медраше написано, что Мессия назван восьмю именами. И среди этих имен присутствуют как раз вот эти имена. Значит, Нелли, то, что мы говорили, что обозначает чудный, да? Йоэц. Это советник. Нелли. Йоэц. Машия. Эль. Гибор. Гибор. Авиэт. Шалом. Здесь они его называют как одно имя. Авиэт. Шалом. Отец вечного мира. Да, отец вечного мира. Но в данном контексте мы видим, что здесь используется Авиэт, да, отдельно, и Шалом отдельно. Каким имя? Сар-Шалом, да. Ну, смысл в том, что мы видим, что еврейские источники также подчеркивают, что Мессия имеет эти имена. Понимаете, да? Возвращение Мессии. Это следующая тема. Спасибо. 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 Ну, мы знаем, да, есть такое высказывание, что когда Мессия придет, то о нем будут скорбеть. Захария, да. Кажется, если не ошибаюсь, 12.10. Сейчас посмотрю. 10 стих, прочитай, пожалуйста. 12.10. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они возряд на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Это Захария, 12.10. Ну, это известное высказывание. Просто интересная мысль в том, что когда Мессия придет, то о нем будут скорбеть. Его вначале узнают, что он есть Мессия, а потом будут о нем скорбеть. И можно было бы сделать какое-то заключение, что непонятно и странно, да. Почему вдруг начнут скорбеть? Потому что надо было бы, ну, на самом деле, что? Радоваться, что Мессия пришел, да? Вот. Ну, здесь мы видим, что здесь говорится, потому что они узрят того, которого пронзили. то есть в этом можно найти объяснение того, почему все-таки они скорбят, когда увидят возвращение Мессии. Потому что поймут, что они не узнали его и не приняли его сразу. И он был умершлен, и только теперь, когда он вернулся во второй раз, они его узнали и поняли, что это Мессия. И по этой причине вместо радости придет скорбь. Понимаете, да? И, ну, считают, что даже вот это пророчество, оно говорит о том, что возвращение Мессии будет, видимо, таким образом, что люди будут видеть его пронзенное тело, избитое тело, запеченные раны в крови, да, которые были получены в результате прихода его в первый раз. То есть таким образом именно будут они видеть его. Поэтому придет скорбь, ну, для них, когда они увидят его. 53 глава описывает, да, страдания Мессии, и еще, какой Псалом описывает страдания Мессии? Кто помнит? Псалом, да. 21, совершенно верно. 21 Псалом. Давайте прощем его, чтобы так быть в теме. Здесь? А что, большой? А? Маленький. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Вдалеке от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не в нем лишь мне. Ночью и ты, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят, устами кивая головой. Он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы. От чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня. Тучные васанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий, добычей и рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилипнул, прилипнул гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои, как одежду, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов. Услышав, избавь меня, буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, боящийся Господа. Восхвалите Его все семя Якова, прославьте Его, да благовеет пред Ним вся земля и все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей воззвал к Нему. А Тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои предбоящимися Его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие Его, да живут сердца Ваши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся пред Тобой все племена язычников, ибо Господне есть Царство и Он Владыка над народами. Будут есть и поклонятся все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в перст и не могущие сохранять жизни своей. Потомство Мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. В Талмуде есть высказывание по поводу этого стиха из Захарии 10 главы. 12 главы 10 стиха. Написано так, что ясно, что это скорее всего относится к Мессии Бен-Иосифу, который был убит. И тогда мы понимаем весь стих, который говорит «Они возрят на меня, которого пронзили». Что-что? Ясно, что это скорее всего относится к Мессии Бен-Иосифу, который был убит. И тогда мы понимаем весь стих, который говорит «Они возрят на меня, которого пронзили». И вывод на 10 стих они делают из 8 стиха. То есть вот этот вывод, который они сделали в отношении 10 стиха. Они рассматривали его на основании 8 стиха. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид. А дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень пред ними». Вижу непонимание в вашем лице. Здесь написано «А дом Давида будет как Бог». Восьмом стихе. 12 глава Захарии. Восьмой стих. «Дом Давида может быть как Бог каким образом? Если он будет представлен самим Богом». То есть Мессия выходит с одной стороны из колена Иудина и из дома Давидова, с другой стороны сам Бог. Понимаете, да? Мы знаем направление Мессии, кто должен быть Мессией. Что он должен быть из колена Иудина, из дома Давидова, чтобы иметь право на царский престол. И с другой стороны мы понимаем, что это сам Бог. Поэтому здесь и сказано, что «А дом Давида будет как Бог. Как ангел Господень перед ними». И поэтому цитируя 10 стих, ну, вернее, объясняя 10 стих, делают основание они на 8 стихе. Хорошо, перерыв.